Лекции на Радио 1. Все области человеческого знания. Современный этап исследования Луны, конечно, по своим задачам существенно отличается от прошлых космических исследований. Это не просто продолжение фундаментальных исследований Луны, которые имеют чисто академический характер, больше знаний об окружающем нас мире. А термин освоения, он уже предполагает постоянное или периодическое присутствие человека непосредственно на Луне в будущем, а также использование местных ресурсов для обеспечения этих пилотируемых экспедиций, для обеспечения лунной, например, полярной обсерватории и для обеспечения технологических процессов на поверхности Луны и так далее. И мы разделяем все внеземные ресурсы на две основных категории. В первую категорию относятся те ресурсы, которые необходимы для использования на месте. Это прежде всего энергия, солнечная энергия, это летучие, это вода или водяной лед, которые необходимы как для жизнеобеспечения пилотируемых экспедиций, так и для получения креогенных компонентов водорода и кислорода, для создания ракетного топлива на месте. Поскольку доставка на поверхность Луны или на орбиту Луны тех же самых компонентов для обеспечения грузотранспортного потока Земля-Луна и Луна-Земля, с поверхности Земли это удовольствие очень дорогое. Каждый килограмм буквально оказывается золотым. Луна это просто новый мир, абсолютно отличный от земного. И более того, в нашей Солнечной системе каждое малое тело или каждое планетное тело это свой уникальный отдельный мир, который сформировался по своим собственным законам. То есть геологическая история Луны, она абсолютно иная в отличие от геологической истории Земли. Исследуя Луну, мы практически получаем знания по формированию и по развитию нашей ранней геологической истории Земли. Формированию ранней коры на Земле, которая была уничтожена последующими процессами, в то же время ранняя кора на Луне сохранилась. И это единственный шанс исследовать те процессы, которые формируют раннюю кору на Луне, на Земле и вообще на планетных телах. Всю историю космических исследований Луны можно разделить на 4 основных этапа. Первый этап, который начался со старта советской автоматической станции Луна-1. Луна-1 в Луну не попала, но пролетев мимо Луны, сделала первое открытие. Она не обнаружила магнитного поля. И на первом этапе практически были получены базовые первичные знания о Луне, о которой до космической эры мы почти ничего не знали. Второй этап включает в себя пилотируемые полеты американских астронавтов. Это 6 экспедиций, начиная с Аполлона-11 и заканчивая Аполлоном-17. Три космических автоматических станции советских. Это Луна-16, Луна-20 и Луна-24, которые доставили грунт, лунный грунт на Землю. И два советских лунохода, Луноход-1 и Луноход-2, которые прокатились по Луне и отправили на Землю достаточно ценную информацию научную. Почти все, что мы знаем о Луне сегодня, было получено на втором, на этом этапе исследования Луны, который был посвящен в основном исследованию вещества Луны, геологии, геохимии и геофизики. С начала нового, третьего этапа Луны, который начался со старта американской космической автоматической станции Клементина, по предварительным данным было обнаружено возможное наличие водяного льда на лунной поверхности. До этого Луна считалась практически сухим телом. И породы на Луне были образованы без участия воды, в отличие от Земли. А вода – это очень ценный ресурс и для человека, и для соответствующих сопутствующих технологий на лунной поверхности. И именно станция Клементина, которая имела чисто военное значение и была запущена американскими военными с целью тестирования технологий для противоракетной обороны, На этой станции оставалось немного места ресурсов и массы, и были приглашены американские ученые с просьбой поставить какие-то научные приборы на этот аппарат, чтобы использовать эти дополнительные ресурсы автоматической научной станции и получить какую-то гражданскую дополнительную ценную информацию. Этот небольшой комплект научного оборудования был очень тщательно проработан. Основной целью его было глобальное региональное геохимическое кортирование поверхностью Луны в различных диапазонах спектра. И в результате были получены очень интересные научные данные, в том числе и возможное содержание на лунной поверхности в полярных областях, на дне постоянно затененных крупных кратеров, наличие водяного льда. Да. Ранее считалось, что Луна – это очень сухой объект, и подобных летучих там на поверхности обнаружено не было. Практически полет этой станции Клементина открыл следующий этап, следующую эру, я бы сказал, новую эру в исследованиях Луны. Второй полет станции Лунар Проспектор, которая также была американской, продолжил эти исследования и уже инструментальным способом, с помощью нейтронного детектора, подтвердил наличие водород-содержащих соединений на достаточно обширных территориях в лунных полярных областях, как на Южном полюсе, так и на Северном полюсе Луны. Здесь необходимо отметить, что в полярных областях Луны крупные кратеры, они практически являются постоянно затененными. Многие миллионы лет эти области, эти территории, эти районы на дне кратеров не видели солнечного света. И в этих кратерах очень низкая температура, которая опускается до 27-25 Кельвина на поверхности Луны. И в этих кратерах, как ожидалось, должны скапливаться замороженные летучие. Источники могут быть разными. Прежде всего, это кометы, метеориты, но и сравнимый с ними источник – это образование так называемой протонной воды в результате облучения частиц реголита и минералов реголита солнечным ветром. Что такое реголит? Реголит – это название рыхлого слоя на поверхности Луны, который образовался в результате метеоритной бомбардировки, фактически с момента образования самой Луны и с момента образования подстилающих пород. То есть, когда долгое время метеориты падали на Луну, они разрушали поверхность, и в результате сформировался рыхлый слой реголита, который мы называем реголитом, толщиной от первых метров до десятков метров, который покрывает всю поверхность Луны. И в этом слое реголита как раз и накапливаются интересующие нас летучие, которые мы подразделяем на три основных типа. Это имплантированные, слабосвязанные и замороженные летучие. Летучие – это газы, которые содержатся в лунном реголите. И эти газы относятся к одним из полезных ресурсов, находящихся на Луне. Это ресурсы, которые на Земле либо отсутствуют, либо находятся в очень малом количестве, и добыча их на той же Луне или на других планетах экономически является целесообразной, и добыча их и доставка на Землю с других планетных тел или с поверхности Луны является экономически целесообразной. Это, конечно, могут быть только какие-то стратегические элементы или материалы, которые либо отсутствуют, либо находятся в незначительном количестве на Земле. Таким элементом мог бы служить, например, в будущем, может быть, в далеком будущем, может быть, в не очень далеком будущем, гелий-3. Элемент, который, возможно, будет иметь значение для будущей энергетики Земли, конечно, действительно является стратегическим и, в принципе, экономически целесообразным. Дорогие радиослушатели, мы сейчас с вами прервемся на несколько секунд, а дальше продолжим разговор о гелии-3. Дорогие радиослушатели, снова с вами слютой Евгений Николаевич. Я заведующий лабораторией геохимии Луны и планет в Институте геохимии и аналитической химии Российской Академии Наук. И мы продолжаем обсуждать современные тайны Луны. Мы коснулись гелии-3 постольку, поскольку в последние годы о нем достаточно было много разговоров. В качестве одного из будущих элементов, который, возможно, будет иметь существенное значение для будущей энергетики Земли, вокруг этого элемента было много спекуляций, в основном необоснованных. Тем не менее, тема гелий-3 на Луне присутствует. Гелий-3, как и изотоп гелий-4, так же, как и другие благородные газы, которые входят в состав солнечного ветра, они имплантируются в результате облучения солнечным ветром этих самых частиц и минералов реголита, имплантируются в поверхность этой самой частицы и находятся в дефектах этих минералов и частиц реголита. Гелий-3 накапливается на всем протяжении существования Луны, собственно, и образования реголита. Гелий-3 накапливался из солнечного ветра. Это имплантированные, то есть все летучие на поверхности реголита можно разделить на три основных типа. Они же и являются ресурсами. Первые – это имплантированные, куда, собственно, входят изотопы гелия, которые являются составной частью солнечного ветра. И когда реголит, и частицы реголита, и минералы реголита, которые находятся на поверхности Луны, облучаются солнечным ветром, частицы гелия или альфа, так называемые альфа-частицы, а также и протоны, имплантируются в эти частицы и накапливаются в этих частицах. Они достаточно устойчивы к температурным механическим воздействиям. Были лунный грунт, который был привезен нашими станциями и американскими пилотируемыми экспедициями на Землю, был исследован, и в этих частицах был обнаружен в том числе и гелий-3. Был измерена его концентрация, также концентрация и гелия-4, и других имплантированных благородных газов, присутствующих в солнечном ветре. Гелий-3 предполагается в качестве альтернативного источника энергии, в качестве, прежде всего, благодаря частоте этой реакции. То есть, во время термоядерного синтеза, то есть, во время реакции слияния гелия-3 и гелия-3, например, или гелия-3 с дейтерием, практически не происходит выделения радиоактивных веществ и заражения окружающей среды в том числе, а также заражения самого стенок реактора, оборудования, материалов и так далее. Это чистая реакция. Такие реакторы можно ставить где угодно. В Институте термоядерного синтеза в Вискосинском университете такие реакторы строятся под руководством ученых-студентами в лабораторных помещениях. Но до, скажем так, разработки промышленного прототипа, до получения непосредственной энергии от таких реакторов еще очень и очень далеко. Сама тема гелия-3, она совершенно четко подразделяется на две основных проблемы. Первая проблема – это, собственно, наличие самого гелия-3. Гелий-3 на Земле практически отсутствует, а в то же время в результате облучения солнечным ветром частиц реголита на поверхности Луны за миллиарды лет его накопилось достаточно много в частицах реголита. И нами была в свое время проделана работа по оценкам прогнозных запасов, в том числе других благородных газов, в том числе и гелия-3. И его достаточно действительно много в лунном реголите. Вторая проблема – это создание реакторов, которые обеспечивают термоядерный синтез гелия-3 с дейтерием или гелия-3 с гелием-3. Эта проблема очень серьезная. Ей занимаются физики. Например, занимаются физики в Институте термоядерного синтеза Висконсинского университета под руководством профессора Колсинского. Этой темой также занимаются и в других зарубежных лабораториях. До начала 1991 года, например, лаборатория Института Колсинского и сам Колсинский со своей группой активно сотрудничали с нашими учеными по этой теме. Но с начала 1990 года эти работы в России не ведутся. К Колсинским были созданы несколько десятков реакторов разных типов лабораторных. Колсинский выступал у нас в ГИАХИ в 2006 году, делал доклад как раз по первому реактору, лабораторному экспериментальную реактору, где была получена вот эта реакция гелий-3 с гелием-3. Основная задача на современном этапе исследования СВН-Луны – это, конечно, исследование распределения концентрации и химического изотопного состава тех самых летучих, о которых мы говорили. Это имплантированные летучие, которые находятся в частицах реголита и которые достаточно сложно выделить из реголита, поскольку они относительно устойчивы к механическим температурным воздействиям. Это слабосвязанные летучие, которые насыщают межпоровое пространство реголита, в частицах реголита, и которые очень нестабильны при механическом температурном воздействии. И замороженные летучие – это водяной лёд, который находится также в межпоровом пространстве реголита, и другие замороженные газы, которые были или могли быть доставлены на поверхность Луны при падении комет, при падении метеоритов, а также при облучении солнечным ветром частиц реголита, разрушение кристаллической структуры минералов, выделение свободного кислорода и химической реакции протонов солнечного ветра, то есть водорода с этим самым кислородом, образование так называемой гидроксильной группы OH и образование воды. Вот эти три основных источника, которые рассматриваются учёными, и которые сформировали те накопления в лунном реголите, в полярных областях Луны. И основная задача на данном этапе перед учёными состоит в том, чтобы разведать, какое количество и какие летучие, то есть какие газовые компоненты присутствуют на Луне, в лунном реголите, и разработать технологии и методы их добычи и обогащения, для того, чтобы можно было их использовать в качестве местного ресурса для обеспечения, для жизнеобеспечения пилотируемых экспедиций, для выделения кислорода и водорода в качестве криогенных компонентов, для создания ракетного топлива непосредственно на поверхности Луны, а также для различных других технологических процессов. Ну вот, давайте вернёмся опять же к истории наших космических исследований, когда с большим трудом академик Королёв убеждал руководство страны запустить спутник. Как вы знаете, основной его задачей это было создание средств доставки для ядерных зарядов. И если мы вспомним, то информация о полёте нашего первого спутника была помещена в виде небольшой заметки газет, и наше руководство, прежде всего политическое, не ожидало того отклика на полёт нашего первого спутника. Ну и вдруг сразу же выяснилось, что космос имеет огромное значение. Прошло 50 лет, и ясно, что основной, конечно, скрипку в изучении Луны играют на современном этапе, играют американцы. Вообще, Лунный клуб, который ранее принадлежал и в который ранее входили только два государства, это США и Советский Союз, на современном этапе стремятся очень многие. И мы видим, что туда уже присоединились и Китай, и Индия, и Европейский Союз, в том числе, и Япония. И основная программа исследований, конечно, ведётся Соединёнными Штатами, но достаточно отметить и серьёзные успехи и Китайской Республики в исследовании Луны. Более того, они запустили два орбитальных лунных спутника, и, как мы знаем, в декабре 2013 года на поверхность Луны сел посадочная лунная станция, которая доставила на поверхность Луны китайский луноход, и который успешно отработал некоторое время на поверхности Луны. Здесь следует отметить, что впервые на поверхности Луны, на луноходе, был поставлен новый прибор, так называемый георадар, для исследования верхней структуры лунного реголита. Надо сказать, что, в общем-то, американская программа исследований – это определённый подготовительный этап для реализации пилотируемой американской программы исследований Луны. И Lunar Reconnaissance Orbiter, космический аппарат, который был запущен, и который в настоящее время продолжает успешно работать на орбите вокруг Луны, основной задачей его как раз являлась топографическая и геохимическая, глобальное и региональное картирование пород и, соответственно, картирование тех полезных ископаемых, которые находятся в лунном реголите. Основной задачей для человечества является, конечно, освоение Луны, то есть пребывание там человека, создание условий для пребывания там человека, расположение там той научной аппаратуры и тех научных обсерваторий, которые невозможно создать на Земле в тех условиях, когда, например, для наблюдения атмосфера Земли мешает. Ну вот я вам приведу такой пример. Например, современное требование к научной обсерватории на поверхность Луны, обитаемой или необитаемой, или периодически посещаемой, это неважно. В зависимости от тех научных задач, которые будут решаться, исследоваться в этой обсерватории, например, астрофизические задачи, в этом случае желательно, чтобы эта обсерватория располагалась на обратной стороне Луны. Таким образом, мы исключаем фон излучения Земли, который влияет на астрофизические исследования, на те астрофизические комплексы, которые находятся на поверхности Земли. Для астрономических исследований такая обсерватория должна располагаться где-то на экваторе Луны для максимального обзора небесной сферы. И, конечно, одно из не менее важных требований – это наличие тех ресурсов, тех самых летучих компонентов, которые необходимы для обеспечения функционирования этой лунной обсерватории или этой лунной базы. Хотим мы или нет, менталитет человека такой, мы все равно будем стремиться к исследованию нового. Будет Россия исследовать Луну или не будет Россия исследовать Луну, от нас это уже не зависит. Космические программы таких стран, например, как Америка, Китай, Европейский Союз, Япония, Индия, они предусматривают очень активное исследование Луны, лунной поверхности и в будущем присутствие на Луне человека. И, разумеется, идет активное, очень активное развитие космических технологий, развитие транспортных технологий и развитие других прикладных исследований для того, чтобы обеспечить присутствие человека на Луне. К сожалению, у нас достаточно мало стало публиковаться научно-популярной литературе, в том числе и посвященной исследованию Луны, но в интернете огромное количество такого материала. И здесь, конечно, я бы посоветовал прежде всего обращаться к сайтам космических агентств разных стран, в том числе и российским сайтам, где присутствует достаточно много информации, адаптированной и для молодежи, и для школьников, по тем исследованиям, которые проводятся по Луне. Это основной источник, проверенный и достаточно информативный. Дорогие радиослушатели, с вами был Слюта Евгений Николаевич, заведующий лабораторией геохимии Луны и планеты, Института геохимии и аналитической химии Российской академии наук. Мы с вами поговорили на тему о современных тайнах Луны, коснулись коротко по истории космических исследований Луны, а также поговорили о современных задачах исследования и освоения Луны.